Нашей первой творческой командировкой стала поездка в Ялту на 4-й международный ливадийский форум, посвященный изучению русского языка. Корреспондент студии журналистики автор Ксения Митюрникова рассказывала о событиях, происходивших в рамках проекта международной умной каникулы со школы Росатома. Ребята из России, Армении и Монголии занимались здесь исследовательской деятельностью, принимали участие в мастер-классах и пресс-конференциях. Таким образом, благодаря взаимодействию в командах, они совершенствовали свой русский язык и познавали его тонкости. Командировка в Солнечную Ялту стала первой среди поездок и корреспондентов нашей студии. Съемка за съемкой, круговорот событий, в которые я окуналась с головой, это действительно уникально. В Ялте мы смонтировали всего один сюжет, но он изменил меня, он сделал мою жизнь другой. Он заставил понять, что я могу больше, чем предполагала. Он заставил преодолеть саму себя. Действительно интересно быть частью событий международного форума. Мы работали вместе с нашими коллегами из города Трехгорного. И для меня важно было понять, что я могу работать в команде с ребятами из абсолютно любого города. Мы сдружились с ребятами из Монголии и Армении. Удивительно, что несмотря на свой столь юный возраст, они свободно говорят на русском языке. И мы стали для них своего рода учителями или преподавателями русского языка и русской культуры. Вереницу таких творческих путешествий продолжили зарубежные командировки. Первой из них стала поездка в столицу Франции – Париж. Ксения Митюрникова, Анна Малютин и Светлана Краснова отправились на форум развития двусторонних общественных связей «Россия-Франция». Юные журналистки освещали события этого масштабного мероприятия, общались с огромным количеством интересных и известных людей и работали наравне со взрослыми в штаб-квартире ЮНЕСКО, Российском центре науки и культуры, Парижском университете Сорбонна и торговом представительстве России во Франции. Кроме того, девочки успели увидеть множество достопримечательностей Парижа, погулять по узеньким улочкам и по-настоящему насладиться красотой этого прекрасного города. Для меня самым запоминающимся моментом из поездки стала наша прогулка по ночному Парижу в последний день нашего пребывания в столице Франции. Как только мы поднялись на площадь, перед нами засверкала яркими огнями Эфелева башня. Не передать словами все то, что мы испытали тогда. Мы смотрели на эту красоту не отрываясь. По нашим щекам текли слезы. Это были слезы счастья. Меня согревал горячий кофе и теплое объятие девочек. Эта поездка изменила мою жизнь. И, конечно, очень хочется вернуться обратно. Следующей творческой командировкой стало путешествие в столицу Солнечной Армении. Юлия Михалкина и Карина Краснова побывали на Международном молодежном форуме и поработали в составе детского пресс-центра с коллегами из Еревана. Участники этого мероприятия с удовольствием знакомились с особенностями русской культуры, обсуждали способы взаимодействия молодежи России и Армении и делились своими впечатлениями с нашими корреспондентами. Девочки работали на различных площадках, в том числе и в Российском центре науки и культуры, и за несколько дней смогли узнать много нового о самой стране и ее традициях. Если говорить про творческую командировку в столицу Армении – Ереван, могу с уверенностью сказать, что это была самая веселая и атмосферная поездка. В первый день мы гуляли по Еревану, больше всего запомнились необыкновенные горы, которые возвышаются над шумным городом, люди, которые улыбаются и радуются жизни, и, конечно же, чистота этого прекрасного и уютного города. Второй день был самый насыщенный, потому что именно в этот день проходил Международный молодежный форум. Мы снимали каждый модуль, набирали синхроны и, конечно же, общались с участниками. Вечером этого же дня мы сразу сделали несколько интервью и сюжет о каждом модуле, проходившем на этом форуме. За все это время мы очень раздружились с коллегами из Армении и, конечно же, окунулись в атмосферу Еревана. Последней творческой командировкой для корреспондента в студии журналистики «Автор» в 2018 году стала поездка в тихую и уютную Женеву. Здесь, на площадке Европейской штаб-квартиры ООН, прошла ретроспектива Международного кинофестиваля «Лампа». Юлия Михалкина и Светлана Краснова вместе со своими коллегами из города Удомли рассказывали о событиях этого трогательного и по-настоящему теплого мероприятия приуроченного коню добровольца, который отмечается 5 декабря. Юные журналисты пообщались с талантливыми режиссерами и актерами со всего мира, узнали много нового о специфике игрового кино и зарядились от них вдохновением на новые свершения. Для меня Женева стала, пожалуй, одним из самых лучших моментов за весь 2018 год. Эта поездка изменила всю мою жизнь. Для нас это был абсолютно новый уровень работы. Мы общались с очень интересными людьми и впервые брали интервью на другом языке. Мы научились новому и поняли, что игровое кино – это то направление, которое мы хотели бы опробовать сами. Кроме того, Женева стала для нас по-настоящему уютным местом. Местом, где мы оставили частичку своей души. Мы согрелись теплом от международной лампы, и я надеюсь, что когда-нибудь мы все-таки решим принять в ней участие. Я благодарна школе Росатома за такую возможность, поскольку эмоции и воспоминания, которые подарило моему сердцу Женева, останутся со мной на всю жизнь. За три месяца 2019 года корреспонденты студии-журналистики «Автор» уже успели побывать в еще одной творческой командировке. Ксения Митюрникова и Карина Краснова вместе со своими коллегами из Сарова отправились в Новокузнецк на женский форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов». В рамках этого события прошел и сибирский открытый детский форум, где финалисты защищали свои проекты. Девочкам удалось пообщаться с участниками этих масштабных мероприятий. Они даже успели посетить студию «Ново ТВ» и узнать много нового о Сибири. Новокузнецк подготовил для нас много всего интересного. Программа была очень насыщенная. В первый день мы познакомились с местными юнкорами. Ребята, так же как и мы, освещают события, которые происходят в их городе. А вечером мы уже работали над своими сюжетами. Во второй день мы побывали сразу на двух форумах – женском и детском. Сложность заключалась в том, что мы работали в непривычной для себя обстановке с ребятами из другого города. Самой запоминающейся стала для нас прогулка по Новокузнецку. Мы смогли окунуться в шумную атмосферу этого промышленного города, который удивил нас солнечной и теплой погодой. Мы прогулялись по Кузнецкой крепости, посетили веревочный парк, покатались на коньках. Поездка в Новокузнецк подарила нам много интересных знакомств и встреч, от которых у нас надолго останутся яркие и светлые эмоции. Для каждой из нас творческие командировки стали новым шагом к журналистскому Олимпу. Мы научились действовать в нестандартных ситуациях, быстро принимать решения и оперативно работать. Каждая поездка оставила в наших сердцах незабываемые эмоции, теплые воспоминания и огромное количество вдохновения. Спасибо школе «Росатома» за такую потрясающую возможность. А мы, в свою очередь, не собираемся останавливаться на достигнутом. Нам хочется двигаться только вперед и совершенствовать свои навыки. Мы хотим сделать 2019 год еще ярче и интереснее. Дальше – больше. Светлана Краснова, Юлия Михалкина, Ксения Митюрникова, Карина Краснова, Анна Малютина – специально для телепередачи «Лестница».